Всем привет! Последний вечер наш в Македонии должен был быть и сейчас я получил положительный результат по корону тесту и я не прикалываюсь. Короче, мы с Максом маленько вляпались в дерьмо. Оба мы вышли положительными. Вчера мы в городе Битола сдавали PCR тест и вот сейчас по прибытию в Скопье мы получили положительные результаты. У нас вылет завтра рано утром и по идее нам предстоит здесь торчать целую неделю, но мы решили рискнуть. Нашли здесь в Скопье лабораторию, сейчас сдали по тесту и в течение 4-5 часов мы получим результаты. Я очень надеюсь, что может быть эти результаты будут более благоприятными для нас и мы сможем рвануть отсюда. Хочется верить, что все обойдется. Хотели город, конечно, посмотреть напоследок, но сейчас уже чувствую вот-вот стемнеет и мы ни хрена толком не увидим. И нужно поесть еще что-то. Вот такие мы безответственные. Я все еще живу какими-то иллюзиями и питаю надежду, что все же все обойдется. Центральная площадь, Скопье, сердце Македонии. Макс, как настроение? Ну смешанные чувства, знаешь, надежда умирает последней. Мы вышли пока что позитивные на корону. Это может измениться. Македонский, Сашка. Что-то он к нам хвостом. Вот когда выйдем негативными, тогда может быть он к нам лицом повернется. А сейчас он боится заразиться. И коня заразить. Если уж чем и славится Скопье, так это огромным количеством памятников, которые здесь натыканы, как грибы в лесу после дождя. Как бы в отдельности каждый памятник выглядит прикольно. Но если ты смотришь на картину целиком, то оно как винегрет выглядит. Это так немножко намешано. Насколько я знаю, местные жестко протестовали. Потому что они были недовольны, что большое количество бюджета было вбухано именно в эти памятники. А сейчас, кстати, мы идем по знаменитому местному каменному мосту. Со стороны его покажу чуть позже. Смотри, какие у них антропоморфные лошади. Они любят очень подчеркивать структуры и анатомию просто гипертрофированную. Все такие мускулистые, как на картинах у Бориса Вальяхо. Нормально. Сейчас закрыть. У нас сегодня день невезения. Вроде как хотели попасть в мемориальный центр Холокоста. И написано, что часы работают до 7 вечера сегодня. А сейчас только 5 часов. Но похоже на то, что центр закрыт. Прикольно увидит. Да, в центре Македонии. Иврит. Иврит и Маген Давид. А вообще скажу, что вся тематика Холокоста это просто квинтэссенция скорби и боли. Жалко, конечно, что мы не прочувствуем это. Мне кажется, в таких ситуациях даже не нужно быть евреем. Ты, может быть, просто инопланетянином, все равно прочувствуешь свою боль, скорость. Кстати, знаешь, что я заметил? То, что мы как-то избежали дождя. Пол мокрый. И мы сюда приехали, видно, он только прошел. Ну, снег, я понимаю, тоже сыпал тут не так давно. У нас это когда на казнь идут на виселицах заключенного. Есть последняя трапеза. Вот мы как раз ее решили воспользоваться. Хотя, может, пронесет, но слабо в это верится. Но мы будем наслаждаться едой. Выглядит, кстати, очень вкусно. Как говорится, перед смертью не надышишься. Мы решили немного подышать. На самом деле мы ждем сейчас второго результата. Сейчас зимний период, темнота наступает очень рано, в 4,5 часа. Поэтому мы практически ничего не увидели в светлое время суток. В общей сложности было нормально. Нормально что? Даже сегодняшняя замученная скопья. Ты подожди, оно еще... Было... Страдание только... Там же с кислыми мордами мы... Мы до сих пор с ними следим, с этими мордами кислыми. Ладно, приятного аппетита нам. Посмотрим, что там нас ждет дальше. Город, конечно, нашпигован по самую макушку всеми этими памятниками. Ты играл когда-нибудь в стратегию какую-нибудь? Не, никогда не любил. Ну, короче, в стратегии есть такой прикол. Если ты играешь с кодами, то ты можешь строить, сколько тебе вздумается. Просто начинаешь лепить без разбора. Везде все, что только можно. Мне кажется, у мэра этого города были такие чит-коды. Он, наверное, был любитель стратегии в детстве. Да, угорал по Age of Empires. Конечно, красиво, но нас сейчас это мало вдохновляет. Мы немного сейчас спустились с небес на землю и маленько приуныли. Не помогут ни Кирилл, ни в ходе. Вот они, да, они сами смотрят и говорят, ребят, вы не охреневайте тут. Ехайте в отель. Губы раскатали свои. Это ресторан, наверное, да? Похоже на кто. Шестой день карантина. Мы уже привыкли. Вот так готовим холостяцкие завтраки. Бородатые, как полярники. Пану купили тут лапши, колбасы, грибочков. Всего понемногу. Мазилок всяких местных. Вот так и питаемся. Очень легко подсесть на местные мазилки. Да, кстати, я покажу, смотрите. Вот эта штука, она называется Айвар. Мы просто с нее не слазим. Закупаемся и уходит за милую душу. На хлебушек мажешь и не можешь остановиться. Вкуснятина я возьму с собой домой такую. В общем, карантин подходит и к завершению. Мы надеемся вот уже завтра вылезти с нашей берлоги. И заодно и посмотрим столицу. То, что нам по сей день так и не удавалось увидеть в дневное время. Продолжение следует...